Здарова ребят, с вами Без Сахара и сегодняшний ролик посвящен режиму рейда на 8 человек в игре Tower of Fantasy. В ролике я расскажу на примере нашей гильдии New Era на сервере Astora, что нужно делать, чтобы успешно закрыть рейд. Ролик будет полезен тем, кто еще не пробовал режим или не состоит в гильдии, а также тем, у кого просто не получается пройти его в одиночку. Вы узнаете порядок действий и даже с рандомами легко закроете его. Присаживайтесь поудобнее, наливайте покушать и накладывайте попить, а я начну. Всего открыто 3 рейда на 8 игроков. Рейд с Апофисом, в котором необходим 60 уровень персонажа и рекомендовано 36 тысяч гс. Рейд с Фриго и Валькирией, где нужен уже 66 уровень и рекомендовано 42 тысяч гс. И завершающий рейд с двумя Немезидами, где нужно иметь 70 уровень и 48 тысяч гс. Начнем с первого. В данном рейде нет ничего сложного, а босс Апофис по большей части стоит на месте. Для танков и дамагеров будет рентабельно взять себе на прокаст релики, увеличивающие урон, как ни странно. А паре хилеров или даже одному будет достаточно взять Омниум Хэнд Кэнон, или в простонародье трубу, для того, чтобы избегать заряженной атаки босса. Также при убийстве не забывайте, что даже после заварки, так называется успешной додж атаки и создания фиолетового купола у босса, если что, босс может продолжить круговую атаку и вовремя расходитесь от него. При заряженной атаке, когда босс поднимает руки вверх и кастует, ставьте трубу и вставайте за ней, так как в конце этой атаки босс кинет большую заряженную сферу в того, на ком будет висеть агр и возможно даже убьет вас и всех рядом стоящих. Также не забывайте про прыжки босса, это еще один из паттернов атаки и простые удары с захватом, из которого, кстати, можно выйти нажав ульту на любом оружии. К слову, из любого захвата любого босса, по крайней мере на данный момент, можно выйти нажав ультимативную способность любого оружия. Насчет смертей и респаунов сразу оговорим данный момент, на нормальной сложности у каждого из вас есть две смерти, а на хар сложности ноль. После двух смертей на нормале или первой же смерти на харде, каждый член группы больше не сможет возродиться, поэтому будьте аккуратнее. Что по поводу заряженной атаки, то в нашем случае трубу никто не взял. Я увидел, что агр висит на мне и отошел максимально далеко, а потом просто задоджу эту атаку, уклонившись от нее. Босс простой, главное не делать лишних телодвижений, а хеллам вовремя поднимать всех, кто все-таки ошибся. Идем дальше. Второй рейд представляет из себя две арены с двумя боссами, фриг и валькирия. Что первая, что вторая не особо приятны по паттернам атак, но из двух зол выбираем меньше, поэтому идем сначала в левый портал на фригу. Танкам придется терпеть и дамажить, дд избегать ее атак и дамажить, а хиллером хилить, все банально. Главное успевать сбивать щит, и если у вашего рейда это не получилось, просто выйдите из сферической зоны, которую создает босс, чтобы не получить дама. Снизив хп босса до одной полоски, вам придется оставить одного или двух членов группы, хилл плюс танк, к примеру, у боссов в риге, задача которых будет просто водить босса и жить, иногда нанося ей урон, чтобы агр не слетел. Остальные же члены группы отправляются в единственный портал, откуда пришли, и начинают убивать босса валькирию. Босс тоже не особо сложный, но и не слабый, главное после просадки примерно до трех полосок хп, она взлетает и начинает летать по арене, кидая копья, от которых следует уворачиваться. Дамажите ее кто чем может, через полторы-две минуты она приземлится и дальше также добиваете ее. Как только хп у босса остановится на последней полоске, дамаг по ней прекратится, а вам потребуется вернуться через тот же портал на фригу и добить ее. У вас будет 60 секунд, чтобы сделать это, иначе всех вайпнет. На этом рейд будет закончен. На фоне вы видите, как я участвую в двух случаях, оставшись фригой и ожидая, пока остальные убьют валькирию, и также участвую в убийстве самой валькирии. Если соблюдать базовые механики то, о чем я рассказал за последние пару минут, то рейд покажется вам не таким уж и сложным. Переходим к недавно добавленному третьему рейду, в котором помимо 70 уровня нужно будет немного попотеть. Первый вам нужен тот, у кого есть лук цубасы. Другой дальнобой вряд ли подойдет, так как у большинства есть разброс, и вы можете при пуле случайно задеть не того босса. Но это не говорит о том, что невозможно провести манипуляцию с пулом с помощью другого огнестрельного оружия. Тот, кто пулит босса, встает на место, которое показано в ролике, и стреляет в пиксель поднятой руки одного из боссов. Далее бежит левее за второй столб, а вся пати стоит за первым, откуда начинался пул. После он ведет этого босса к пати, и вы начинаете убивать его. Самое важное у этого босса, помимо неудобного места для убийства и его замедляющей передвижения сферы, это сбитие щита. Если щит не будет сбит, то вас отправят в другую комнату, в которой вы либо умрете, либо после выхода из нее сагрите вторую немезиду, стоящую в центре арены. Держать их рядом нельзя, иначе они очень быстро восстановят хп. В этом и заключается причина всех этих танцев с бубном и пул одного из боссов с дальнейшим убийством за центральной ареной. После убийства первой немезиды, вы можете пулить вторую и бить ее уже в центре. Убиваете вторую и закрываете рейд. Здесь важный момент с пулом первого босса, как могли заметить, для теста я зашел и попробовал спулить пистолетами, и у меня получилось, но не факт, что получится у вас, поэтому доверьте это дело тому, кто уже проходил или хотя бы знает, как это делается. Или зайдите в рейд соло и потренируйтесь пулить босса, если боитесь заранить рейд своей пати, проходка при этом все равно не тратится. А на этом у меня все, спасибо, что смотрели, и если видео было полезно, поставьте лайк, подпишитесь на канал и оставьте комментарий, вдруг я что-то забыл упомянуть или у вас появились вопросы. А также поделитесь им с друзьями, чтобы они перестали руинить вам рейды. Не забывайте, что 20 октября выходит патч с верой 2.0, видео по которой выйдет в день выхода патча или чуть раньше. А я с вами не прощаюсь, увидимся в следующем ролике.